Облака. Что это за пушистая масса? Дарвин и его теория. Рассмотрим под микроскопом. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Лилия Мухамединова. В Казанском федеральном университете вручили сертификат об окончании прохождения докторской исследовательской работы в химическом институте имени Бутлерова, доктора Максиму Али. Это мероприятие стало для коллеги из Пакистана результатом многомесячной работы в химическом институте ВУЗа. Стажировки прошли на базе научно-исследовательской лаборатории, материалы для водородной энергетики и традиционной энергетики с низким углеродным следом. Его приезд в Казанский университет был связан с той программой мобильности, которую мы организовали вместе с организацией Комстех. Это организация, которая осуществляет и поддерживает взаимодействие в науке, в образовании, в странах организаций исламского сотрудничества. Россия хоть и не входит в эту организацию, но является странным наблюдателем в этой организации. И у нас появилась возможность принять участие в такой мобильности. Кроме того, и наши молодые ученые имеют возможность выезжать за пределы Российской Федерации в страны организации славского сотрудничества профильного университета. И мы принимаем у себя ученых, молодых ученых, постдоков. Максим Али был первым, который приехал к нам в прошлом году по этой программе. Уже в этом году мы видим большое количество заявлений о приезде в нашу университет для проведения исследований, коротких 6-9-месячных исследований в нашем университете. Мы в настоящее время задумали программу научно-академической мобильности, которая называется «Лобачевский» в рамках программы «Приоритет 2030». Я надеюсь, что в этом году она будет утверждена и будет начата. И, собственно, она будет являться логическим уже таким институционализированным продолжением той мобильности, которая нами была организована в прошлом году. В Казанском федеральном университете очень развита культура, коллектив собранный, вовлеченный в работу. Я отметил, что люди, которые здесь работают, занимаются наукой и любят это дело. Казанский федеральный университет приносит неоценимый вклад в мировую науку и успешную работу между учебными заведениями и научными организациями. 12 января ежегодно отмечается День Дарвина, или Международный День Науки и Гуманизма, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста, чьи исследования в области эволюции стали вехой в развитии науки и привнесли новый взгляд на мир. О чем говорил в своих трудах ученый, смотрите в сюжете. Фамилия Чарльза известна каждому школьнику и студенту. Его научные труды пролили свет на человеческое происхождение. С самого детства Чарльз Дарвин был влюблен в природу. Еще тогда он интересовался естественной историей и даже коллекционировал бабочек, минералы и раковины. Значимым событием в его жизни стало знакомство с профессором-ботаникой Джоном Стивенсом Генслоу. По одной из версий, именно благодаря дружбе с этим влиятельным ученым, Чарльз отправился в 1831 году в кругосветное путешествие на корабле «Бигль». Почти 20 лет после путешествия Дарвин осмысливал исследовательские материалы, втайне развивал свою историю, но скрывал ее от консервативных клерикалов. Его утверждение о том, что жизнь на Земле – это дело рук природы, а не божественного вмешательства, вызывало с их стороны бурную реакцию. Чарльз Дарвин говорил, что верить в эволюцию тогда было все равно, что признаться о убийстве. Можно сказать, что теория Чарльза Дарвина является основой современной теории эволюции. И на сегодняшний день следует признать, что, наверное, все попытки антидарвинистов как-то ее опровергнуть, они не увенчались успехом. И теория Дарвина показывает, в общем-то, свою правоту. Хотя иногда ставят параллель между теорией Дарвина и теорией эволюции, это не совсем так. Потому что теория Дарвина – это только часть эволюции. И в эволюции есть множество разнообразных тем, которых Дарвин не касался. Самой значимой работой, принесшей Дарвину популярность, стала опубликована в 1859 году книга «Происхождение видов путем естественного отбора». В этой монографии Дарвин утверждал, что формы жизни являются результатом не деятельности разумного творца, а изменчивости, наследственности и естественного отбора. С появлением эволюционной теории тот пробел, который раньше занимала собой вера в создателя, мог быть заполнен научным объяснением. Теория эволюции завладела у мамы многих ученых, которые начали применять ее ко всем отраслям знания, вплоть до истории и психологии. И несмотря на то, что с времени появления теории эволюции прошло уже почти полтора столетия, все это время научная дискуссия развивалась, адаптировалась и видоизменялась. Она по-прежнему не прекращается. Когда пытаются спорить с эволюцией, начинают ругать Дарвина. Но его теория действительно, она объясняет многие процессы достаточно логично, которые происходят в природе. И спорить с естественным отбором достаточно сложно, потому что многие процессы получения новой информации, они происходят через путем проб и ошибок, фиксации удачного варианта. И в этом нет ничего необычного. Согласно теории, в результате случайных изменений в геноме увеличивается разнообразие внешних признаков и свойств организмов. В борьбе за выживание с большей вероятностью остаются особи виды, которые унаследовали от родителей черты, подходящие для конкретной среды. В то время как менее приспособленные погибают. Поэтому естественный отбор обеспечивает постепенное улучшение адаптации живых организмов к их окружающей среде. Также из своих наблюдений Дарвин заметил сходство между видами по всему земному шару. Из этого он сделал вывод, что все произошли от общих предков. Начинается все с изменчивости, как и говорил Дарвин, но в основу он ставит неопределенную изменчивость, которую на сегодняшний день мы называем мутационной изменчивостью. И далее мутационная изменчивость создает у нас разнообразие в популяции. Затем в популяции рождается большее количество организмов, чем способно выжить. Они размножаются в геометрической прогрессии, им не хватает для существования продуктов питания, среды и, соответственно, в итоге между ними возникает борьба за существование. Часть организмов в этой борьбе погибает и в итоге остаются победители. Вот, собственно, на этом и настроена идея естественного отбора. То есть кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Во времена Чарльза Дарвина теория не получила должной поддержки, но в середине 20 века были открыты гены и хромосомы, которые во многом объясняли механизм передачи новых признаков Увида. С появлением новых данных теория Дарвина стала называться синтетической теорией эволюции. Она учитывает гораздо больше факторов, влияющих на эволюцию, а не только на классическую триаду – наследственность, изменчивость и естественный отбор. Карина Саяхова, Кристина Отсёкина, Николай Осуховский. Универ Новости. Гуляя по улице, мало кто задумывается, что прямо над нашими головами с неимоверной легкостью парят холодные облака весом в несколько тонн. Они играют ключевую роль в теплообмене Земли, создавая парниковый эффект. О том, как они формируются и почему при своем огромном весе не падают с огромной скоростью на Землю, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Современные прогнозы погоды основаны на сложных компьютерных симуляциях. Эти симуляции используют физические уравнения, описывающие атмосферу, включая движение воздуха, солнечное тепло, формирование облаков и дождя. Постепенное улучшение прогнозов со временем означает, что сегодняшние пятидневные прогнозы настолько же точны, насколько 20 лет назад были точны трехдневные. Но сейчас не нужен суперкомпьютер для предсказания того, как изменится погода в ближайшие несколько дней. Следя за небом и обладая некоторыми знаниями об особенностях облаков, можно предсказать, будет ли дождь. Более того, небольшое понимание физики формирования облаков подчеркивает сложность атмосферы и проливает свет на причины того, почему предсказание погоды на срок больше, чем несколько дней, оказывается такой сложной задачей. Именно поэтому за облачным покровом ведется практически круглосуточное наблюдение метеорологами и специализированными системами. Действительно, мы пристально наблюдаем за облаками. За облаками наблюдают метеонаблюдатели на метеоплощадке восемь раз в сутки. И формы облаков, которые всем известны, они много о чем говорят. Кстати, форм много есть. Помимо слоистых, перистых и кучевых облаков, есть еще много переходных разных форм. И они являются, в общем-то, таким показателями того, какие процессы происходят в атмосфере. Обращаю внимание, что есть зимние формы облаков и летние. Так, например, зимой сложно увидеть кучевые облака. Это облака хорошей погоды, это те облака, которые мы наблюдаем летом. Облака появляются, когда воздух охлаждается до точки росы, температурой, при которой воздух уже не справляется с содержащимся в нем водяным паром. При этой температуре водяной пар конденсируется и формирует капельки жидкой воды, которые мы видим как облако. Чтобы такое произошло, воздушным массам необходимо подняться в атмосфере, или же влажный воздух должен войти в контакт с холодной поверхностью. Стоит отметить, что не существует двух похожих облаков, они постоянно меняют свою форму. Различие это объясняется тем, что они образуются на разной высоте и при различной температуре. Кроме того, облака могут состоять из разных частичек, в зависимости от высоты и температуры. На примере кучевых облаков можно заметить, что эти облака хорошей погоды похожи на вату. В солнечный день лучи греют землю, которая греет воздух, расположенный прямо над ней. Нагретый воздух благодаря конвекции поднимается вверх и формирует кучевые облака. Конечно, мы по некоторым специфическим формам облаков, по выбросам таких облаков, можем говорить о приближении атмосферного фронта. По формам облаков мы судим о их высоте. А высота облачности в некоторых случаях, например, у кучевых облаков, это нам говорит уровень конденсации. То есть, по сути дела, мы имеем некоторое представление о распределении метеовеличин в пространстве. Кроме того, климатологи также следят за облаками. Следят за облаками не только с Земли, но следят за облаками со спутников с целью оценки интегрального количества облаков на земном шаре. И оно, кстати, растет. Подробнее о том, что же скрывают в себе облака и как научиться их грамотно различать, чтобы познать о зиме теорологии и превратиться в самого настоящего волшебника и предсказателя погоды смотрите в программе «Как так» на телеканале Универ-ТВ. Елизавета Газизянова, Софья Щегунова, Хафиз Гараев, Универ-Новости. Филиале Казанского федерального университета в городе Джизаки состоялся торжественный вечер, посвященный 583-летию со дня рождения выдающегося узбекского поэта, философа и мыслителя Алишера Наваи. В нем приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты филиала. Студенты читали прекрасные газели и рубаи Алишера Наваи на узбекском и русском языках. Отметим, что Алишер Наваи является автором знаменитого сборника стихов «Сокровищница мыслей», а также крупных поэм, прозаических сочинений и научных трактатов, раскрывающих духовную жизнь Центральной Азии XV века. К слову, в фондах научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ хранятся подлинные сборники лирических стихотворений Алишера Наваи, список 1868 года Готвальда, создания Вильяминова-Зернова. В Краснодарском крае состоялся 11-й молодежный фестиваль Всероссийский студенческий марафон 2024, участие в котором приняли порядка 500 студентов из 25 вузов Российской Федерации. Ежегодно в фестивале принимают участие и Казанский федеральный университет. Нынешний год не стал исключением. Сборная команда из 15 студентов институтов и факультетов КФУ приняла участие в творческих, спортивных и интеллектуальных мероприятиях. Оценивали участников трех программах фестиваля. Победители международных конкурсов, актеры театра и кино, авторы известных шоу, ведущие и режиссеры телевизионных программ, координаторы креативных проектов, спортивные и игровые сузи, а также тренеры мировых ассоциаций по различным видам спорта. По итогам фестиваля команда КФУ стала победителем спортивной и интеллектуальной программ, а также заняла первое место в общем зачете среди 20 команд Премьер Лиги, представляющих различные вузы нашей страны. В Казанском университете отметили День дипломатического работника. В институте международных отношений по этому случаю прошли различные мероприятия. В течение недели проводились научно-образовательные лекции, студенческие конкурсы, мастер-классы. Их организаторами выступили представители студенческого научного кружка «Молодой дипломат». В формате «Студент студенту» международники провели своеобразный День первокурсника. В его программе были научно-познавательные мероприятия, конкурс видеороликов, презентации групп первого курса «Мы – будущее российской дипломатии» и трехэтапная викторина для команд групп первого курса от студенческого научного кружка «Молодой дипломат». В Дню дипломатического работника также были посвящены мастер-классы от ассистента кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Станислава Молоденова и доцента этой же кафедры Евгения Хромовой. Эстафету поддержали преподаватели и выпускники кафедры. На этом все. В студии была Лилия Мухамединова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!